В очередной раз запустив свою четвертую плойку, ко мне в голову закрылась одна идея. А можно ли настроить стрим с этой консоли, пропустив ее через ПК и ОБС, но при этом не используя карту захвата? Я начал разбираться в этом вопросе и как оказалось, такой способ существует! Всем привет, меня зовут Игорь, вы находитесь на канале IT-консольщик и сейчас я вам расскажу, как мне удалось создать стрим через ОБС, подключив четвертую плойку к ПК без использования карты захвата. Все, что необходимо будет сделать, это вбить в поисковике дистанционное воспроизведение PS4 и далее в появившемся окне найти PS Remote Play. Нажав на нее, вы попадаете на официальный слайд PlayStation и здесь вам предлагается управление консолью PS5 и управление консолью PS4. В данном случае у меня PS4, поэтому будем качать приложение к PS4. Нажимаем управление консолью PS4 с помощью ПК Windows и после нажатия галочки на соглашении, можно нажать на кнопку загрузить и загрузить это приложение. Приложение можно скачать куда угодно, хоть на рабочий стол, после чего его нужно будет установить. В данном же случае я его уже установил и вот такая иконочка PS3 Remote Play появляется на рабочем столе. Запускаем данное приложение и как мы видим окно приветствия, где есть кнопка «Войдите в PSN». И тут есть один нюанс. Нужно создать еще одну новую учетную запись для PSN, а не использовать ту, которая у вас уже существует, где у вас записаны все игры, сохранения, ачивки и прочие настройки. После того, как вы создали новую учетную запись, необходимо под ней зайти в самой консоли PlayStation и уже здесь. Это необходимо для того, чтобы синхронизировать компьютер с вашей консолью. Вводим данные сторонней учетной записи. После ввода данных нажимаем на кнопку «Подтвердить и продолжить» и у нас предстает окно, в котором вам предлагается выбор, к какой системе подключится, PS5 или PS4. Но перед этим давайте сделаем небольшие настройки, нажав на шестереночку и зайдя во вкладку «Качество видео при дистанционной игре». Здесь выбираем разрешение. Если у вас доступно 1080p, а оно будет доступно на PS4 Pro, в данном случае у меня тоже PS4 Pro, но доступно только 720p, по одной простой причине. У меня все это подключено с помощью Wi-Fi. Если бы у меня было подключено это все с помощью кабеля, то был бы выбор в 1080p, но в данном случае только 720p. И частота кадров изменяем со стандарта на высокий. Более здесь делать ничего не нужно. Нажимаем «Ок». Далее выбираем PS4. И тут нам нужно привязать нашу консоль к ПК. Привязать вручную. Нажимаем кнопочку. Теперь в самой системе PS4 заходим в «Настройки». «Настройки соединения дистанционной игры». Ставим там галочку, чтобы мы разрешаем дистанционное подключение. И нажимаем на «Добавить устройство». Далее там отображается 8-значный код и нужно его ввести сюда. После ввода так называемого пин-кода для привязки, нажимаем кнопку «Привязать». И ждем, когда наша система синхронизируется с компьютером. Как вы видите, синхронизация прошла успешно. И мы видим уже окно нашей консоли. То есть, видеосигнал поступает на наш компьютер и отображается в таком вот окне PS Remote Play. Но контроллер на данный момент не работает, потому что при подключении осуществился вход в программе PS Remote Play и консоль отключила контроллер. И при нажатии на кнопку PS контроллера он предлагает войти в систему. И если я выберу ту же учетную запись, в которой я вошел в PS Remote Play, то консоль отключится и отключит ваш геймпад. Вот таким вот образом. Соединение PS4 прервано. Нажимаем ОК. Далее снова нажимаем на уже синхронизированную нашу консоль. И вновь попадаем в окно нашей консоли. И вот теперь, я думаю, многим уже стало понятно, для чего нужна вторая учетная запись. Нажав снова на PS кнопочку, выбираем нашу уже рабочую учетную запись со всеми играми. Входим в нее и теперь уже ничего не отключается. То есть контроллер не отключается. Изображение у нас остается. Синхронизация с консолью и все прекрасно работает. Вот. Вот наши игрушки. Все наши настроечки. Все необходимое. Ну а теперь все, что касаемо настройки самого ОБС. Запускаем наш ОБС. И нам нужно добавить вот это окно. То есть захватить наш геймплей будущий, который для стриминга пойдет. Здесь нужно нажать добавить. Выбрать захват окна. Переименовать, если это необходимо. И здесь выбрать в поле окно Remote Play PS Remote Play. Вот таким вот образом. Ок. Вытянуть по ширине окна. и переместить его в то место, где оно будет наиболее актуальным. То есть не будет перекрывать ваши другие виджеты, так скажем. Подпись там, подписки, донаты, чат там, еще что-то. То есть не будет это все перекрывать. И таким образом вы можете создавать стрим и уже стримить со всеми плюшками. Вот таким вот нехитрым способом можно напрямую подключить PlayStation 4 к вашему компьютеру, не используя никаких дополнительных карт захвата и прочего оборудования дорогостоящего. В общем-то, все просто. Если вам помогло это видео, то вы знаете, что нужно сделать в данном случае. Ну а на этом у меня все. Я очень рад, что вы смотрите мои видео. И ставите лайки. Спасибо вам за поддержку. Всем удачи и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok